Христос рождается, славим Его! В преддверии величайшего зимнего праздника проект «Акцент» снова на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Сегодня поговорим с наместником Святой Обители Владыкой Павлом. Благословите, Владыка! Бог благословит и поможет в нелегких трудах просвещения народа Божьего. Встречаемся с вами в преддверии Рождества, великого праздника. Давайте поговорим о том, что этот праздник для нас значит. В эти дни Церковь подготавливает нас к Рождеству Христову. Это богочеловеческий праздник, когда Слово становится плотью и будет обитать с нами на протяжении 33 лет, учить нас тем тайным премудростям, которые были открыты Адаму враги. Только Адам тогда имел непомраченный ум, он видел Творца, беседовал с Творцом. Он мог нарекать имена животному, растительному миру, но грех исказил понимание, помрачил ум, и грехом вошла смерть. И вот сегодня Господь хочет спасти и спасает свое создание, приходит в мир, приходит в мир плотью, чтобы спасти нашу человеческую природу и обновить страданиями и воскресением Дух через Таинство Крещения, которое Господь даровал всякому человеку. Я сказал, праздник велик. Это действительно правда, потому что Бог явился плотью. Дал себя людям носить на руках, как Божьей Матери, Иосифу Обручнику, Иакову, брату Господню по плоти. Он дает возможность нам к Нему приблизиться, Его Таинство, Он дает возможность кусить Его плоти и крови, и соединиться с Ним, и быть вместе с Ним. Поэтому мы сродны Богу, мы имеем подобие, как раз исполнили слова сотворения человека по образу нашему. А подобие мы должны с вами выработать сами. То есть послушание голосу Церкви, послушание Божьему, жить по заповедям. Слово Божье должно стать неотъемлемой частью нашей с вами жизни. Как встретить этот праздник? Как его провести? Святая Церковь беспокоится о нашем с вами подготовительном периоде. И к большим праздникам Церковь подготавливает человека особенными молитвенными гимнами, церковным письмопением. Молитвы, которые наполняют человеческую душу. Молитвы, которые открываются мисс праздника. И сегодня Церковь предложила для нас с вами пост. Это два крыла духовного понимания. Потому что человек в воздержании от пищи учит себя в воздержании тому, которое он нарушил в Царстве Небесном. Человек, который постоянно перегружает себя пищей, человек, который постоянно занят земными делами, он не может увидеть той благодати, которую Господь дарит человеку. Поэтому как раз пост нам дает осознание послушания. Оно не приближает нас к Богу и не удаляет от Бога. Но мы учимся через пищу воздерживать свои душевные и телесные чувства. И настолько он дает возможность чувства покаяния, чувства созерцания, которые являются неотъемлемой частью молитвы. Молитва – это и есть беседа человека с Богом. Поэтому человек, соединяя себя через пост и молитву, он приближается к своему Творцу. И вместе с вофами, пастырями, мы должны поклониться, воздать славу Богу. И только в Его Святом Доме, только в Его Святой Церкви, только в любви друг к другу, в изучении Слова Божьего и принятии Восемь сердца мы можем увидеть Бога Человека, Бога Младенца, который из ясель нас благословляет. И все это сотворено ради нас и нашего ради спасения. Как здесь, в Лавре, встречают Рождество? У нас в Лавре, как и каждый христианин, и каждая хозяйка в доме, начинаем чистить. Слава Богу, что есть праздники. Потому что, если бы не было праздников, были бы, может быть, и домы неприбранные, и окна не протерты, и посуда не почищена, и пыль не убрана. Но как у нас в обители, как в доме, где живут люди, где молятся люди, тоже стараемся приготовить кельи, убрать корпуса, помыть, повытирать, хоть и у нас, слава Богу, в храмах чисто, помолиться, причаститься к Таин Христовых, прикрасить территорию, нарядить елки, чтобы достойно нам напоминали и встретить Рождество Христово. И уже подготовить вместе с теми трапезу на седьмое число. Не только для себя, а для тех, кто будут и паломники. Наверняка у каждого человека есть запоминающийся момент. У вас есть какое-то Рождество, которое вы запомнили больше всего? Конечно, есть. Я вспоминаю, как покойный отец наряжал елку. У нас была маленькая, небольшая комната, это было все, и кухня, и зал, и все вместе. И вот, кто спал с отцом, он ночью тихонечко снимал, так раскрутил бумажку, а елку не так, как сейчас там украшают тряпками, какими-то еще. Тогда были игрушки обыкновенные, ну и на елку вешались конфеты, печенье, яблоки. Ну, печенье, то оно видно, яблоки. Тогда было в каждом доме всего много, боже мило, все конфеты. То отец потихонечку, кто уже был, так можно сказать, ближе, он разворачивал бумажку тихонько, чтобы никто не слышал, съедая им эту конфету, ну и ждем крещения, чтобы разобрать елку и покушать эти конфеты. Но когда мы разбирали елку, практически, может быть, на самом верху, была какая-то одна конфета, то были все пустые фантики. На Новый год у нас был такой дядька Павло, его дети были взрослые, и он не хотел, чтобы первые приходили в дом девушки поздравлять. И он нам давал троячку, в лучшем случае, так, пятерку, если мы придем с братом первыми. И мы уже просили, отца уже сам не спеши, мы шли, а снега было много, мороз трещал, и вот мы, уже дверь была открыта в этой семье. Женина ждали, мы приходили, их засевали, он нам давал по пятерке, давал орехи, давал яблоки. Перед Рождеством были разговоры о том, чтобы сместить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, чтобы вот все праздновали в один день, и сначала Рождество, а потом Новый год. Я думаю, что это неправильное понятие, потому что нельзя потасовывать праздники под светские идеи. Надо, наверное, более всего возвратиться, Новый год перенести, чтобы было 25 декабря, а не 1 января, потому что можно брать летоисчисления по-разному, но благодатный огонь-то сходит на Пасху, и самый явный пример того, что старый календарь, он самый временный, потому что весна приходит не 1 марта, а все-таки 15 марта, и все начинает расцветать со времени Пасхи. Вот какая бы ни была Пасха поздняя, нет цветения деревьев, а вот только Пасхальная ночь, на второй день, или в самую Пасхальную ночь, все начинает цвести и процветать. Поэтому я не сторонник являюсь потасовывать праздники к светским мероприятиям, а нужно все-таки брать, я думаю, церковный календарь и жить так, как вот жила раньше церковь. Пифлеямская икона Пресвятой Богородицы, это, насколько я знаю, одна из немногих, наверное, или единственная икона, где Пресвятая Богородица улыбается. И вот этот радостный период для всех, наверное, для Пресвятой Богородицы, это был, наверное, вообще особенный период. Какая роль ее была вот в это время? Ее роль не только в это время, а самого введения в храм. Мы видим в образе Божьей Матери сознательный период жизни в храме. В храме Божья Матерь себя настолько воспитала, что ей ангелы приносили пищу и были ее собеседниками. Это уже пример для нас, христиан, насколько она близка была к Богу. Жизнь в храме, это была тоже нелегкая. Она должна была исполнять все те уставы, которые были для женщин, там было много, живущих в Иерусалимском храме, но обет жить в храме был до какого-то определенного времени. Вот она в это время себя настолько усовершенствовала, что ее жизнь дальше не могла быть без храма и без служения человеку. И есть такое предание, что когда она читала пророка Исаию и дошла до этого места, где сказано «Дева червопримет и родит сына», и она думала «Я думаю, что это из ее слов было сказано. Я бы была счастлива послужить той Деве, которая станет матерью моего Бога, спасителем мира». И в это время является архангел Гавриил и возвещает эту великую радость. Поэтому Божья Матерь это тот чистейший сосуд, в который вселился Господь. Поэтому Божья Матерь она явилась со царицей в первую очередь своего Божественного Сына. Она дала, как сказано в стихиях, исткаться плоти, своей плоти Христу Спасителю. И в какой-то мере мы причащаемся не только плоти ее Сына, но и вместе с тем ее плоти, потому что он рожден от ее причистой плоти и крови, поэтому насоединил Бог через себя с человеком, еще более обновил ту чистую природу, которую имела Божья Матерь. Хотя она имела и крещение, вот и она, Богослово, но она исполнила всякую правду, потому что Господь сказал, что не может войти ни человек, не принять таинство крещения, поэтому он соединился. Поэтому как раз и является величайший образ служения Богу и человеку Божьей Матери. Спасибо вам за интервью. А всем людям, чадам нашей Церкви желаю, чтобы эти дни прошли в спокойствии самое главное, чтобы вы походили на храм, в храм по возможности на богослужениях, особенности чтения три песенца, которые открывают смысл, как я уже сказал, этого праздника. И обязательно постарайтесь быть и в рождественскую ночь, и днем на литургиях, на вечерних богослужениях, причаститься к Таням Христовых, осознав свое недостойнство и почувствовав Божьей любовь, милосердие, поисповедаться о своих грехах и попросить у Бога помощи. Не чинить больше никому обид, не приносить печали, чтобы послал нам в наш народ, в нашу страну долгожданный мир. Не тот мир, о котором сегодня говорит весь мир, только никто не принимает церковного мира, к сожалению. А мир Божественный, он самый прекрасный, он действующий. Господь не говорит нам каждый день, и что-то обещает, Он раз сказал, имейте любовь между собою. И этот мир, если у нас есть любовь, тот мир всегда будет хранить нас, всегда будет радовать нас, и действительно будет миром Божественной любви и благодати. Вы смотрели проект Акцент в эфире Первого делового. Веселых вам праздников! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова